Привет, зритель! Из-за того, что мой кот сбежал по определенным обстоятельствам, со мной никак не связанным, я его до сих пор пока не нашла, и у меня горло и так-то попаливало с бот. А сейчас так вообще практически АСМР вам. Я решила записать, как я буду делать частично, ну, по крайней мере, покажу эту штучку в действии. Вообще, я хочу сделать пхарь. Давно хотела, я вчера еще фасоль сварила, но так как я искала кота и даже особо себе поесть не приготовила, вообще не приготовила, то я сегодня уделала за три захода свой щи, который я вчера сварила. Ну, в общем, вот такая вот коробочка. Может быть, надо как-то подальше отодвинуться. Подальше отодвинуться. Подальше отойти. В общем, вот. 690 рублей. Можете приобрести такое счастье в Ашане. Вот у нас такое стоит. Неодолго смотрела. Отзывы читала на Азоне. Он по 810. 750 он у ДНС. Мне тупо надо было такую штучку. Все, что мне советовали, конечно, спасибо вам. Мы на стриме советовали, в камень подписали. Но, скажем так, у меня есть кожемалка советская. У меня есть миксер на 4 штучки. У меня есть электротерка. Там же мясорубка. Еще какая-то фигня для теста, которую я еще не осилила и не освоила. И покупать что-то, что дублирует все вот это вот, ну, как-то смысла нет. Мне надо было именно вот измельчитель. У меня даже есть кофемолка электрическая. Вот внутри инструкция по применению. Он был в пакетике. Ну, на витрине как бы был отдельный такой. И можно было посмотреть, что и как. Я с подругой была. И она, в общем, сошлась на том, что раз мне это хочется, и я сошлась на этом. И вполне он себе функциональный, то почему бы и нет. В общем, такая штучка. Я вчера пыталась ей взбить майонез, но я налила слишком мало масла. Она просто не доходила вот до этих штук. Я думаю, чтобы она погружалась вот эта фигня. Мне, в принципе, вот она как бы без надобности. Но подруга сказала, что мало ли. Чего? Вдруг я решу что-то такое сделать. Вот эта штучка достается. Пластиковая. И если прочитать инструкцию, то он вообще очень замечательный. Конечно, минус, наверное, для кого-то, ну, что не более 10 секунд на него нажимаете вот так вот. Он сейчас в розетку не отнут. И ему 10 секунд он работает, и полминуты, 30 секунд он отдыхает. Тогда он будет жить долго и счастливо, и служить вам верой правой. В общем, мне надо 70 грамм. Я отмерила на весах. Сама штуковина весит 118 грамм. Отмерила на этих весах с учетом тары. 70 грамм грецких орехов. Фасоль у меня сваренная. Еще надо будет чеснок, ну, там всякие специи. И вот сейчас надо, в первую очередь, измолоть вот этот вот грецкий орех. Вот тут шнурчик. Сейчас я поближе покажу. Тут, кстати, она на пол-литра, и у нее шкала. Даже больше, чем пол-литра, на самом деле. 500 миллилитров тут повыше. В общем, вот такая вот фигувина, которая нажимается вот на эту штучку. И вот это вот очень острый ножик. На самом деле, о чем предупреждают и на упаковке, и вот он действительно сам по себе очень острый. Сейчас я пробую как-то обратно сложить. И покажу его в действии. Сам процесс готовки я уж не буду записывать. У меня там два ролика еще не смонтировали. Хоть из-за того, что винда неудачно обновилась, а ей пришлось делать откат системы, и ставить основные дрова заново, до сих пор не поставленные. Я просто не знаю, когда это еще монтировать придется. Ну, как бы смонтировать точно. Но вот сегодня у меня такой день, что как бы не до готовки на камеру, но все же вот показать в действии эту штучку у меня захотелось. Потому что чисто на ютубе я вот именно эту штучку не нашла в действии. И только в каком-то отзыве, на каком-то текстовом сайте, текстовом отзыве я нашла, как ей пользоваться, потому что на ней вообще как бы не написано этой инфекцией, что надо надавить на нее. на что именно надавить надо, в смысле. И я решила, что как-нибудь надо записать обзор, записать, как она работает, чтобы люди, если такие же, допустим, как я попадутся, не бенеме, знали, как этим счастьем пользоваться. Так что люди это для вас. Для таких, кто решит это купить. Конечно, надо стараться, чтобы оно вот измололось, они не сразу, ну, так уменьшатся. Но, по крайней мере, да, там, кстати, написано, что редиску нельзя, лед, и, кажется, я сейчас даже гляну в этой бумажке по применению. Редис нельзя колоть. И кофейные зерна. Это я точно помню. Ну, для кофейных зерен есть кофемолка, как бы. Ну, тут вот показывается, что делать, что еще. Еще одна бумажка, как бы, галлантин и талон, но, конечно, там в другом бы магазине его бы проверили, надеюсь, по словам, значит, и там печаль бы все такое поставили, заполнили. Здесь никто ничего не поставил, но просто была, как бы, чек. И вот, ну, нет, это не то, так, кстати, можно мясо. еще что-то, даже в каментах на озоне не было написано, как его использовать. Сейчас я постараюсь найти, где-то было написано, что нельзя в нем измельчать. тут у нас собака лайтфузом, как подготовить к работе. Да, и, кстати, чашу можно ставить в микроволновую печь, если в ней нет жирных продуктов. Если металлическая ось, чаша покрыта продуктами. Вот, кстати, оказывается, внезапно чистка и уход. А, вот, нельзя данный кухонный прибор не предназначен на измельчение кофейных зюр из редьки или редиска обозвала, или сахара. Ну, редко-редиска, в принципе. У меня тут дайкона перепало. Пока в холодильнике сделаю с ним что-нибудь. Как-то у подруги в гостях была и мы с ней на купе записали этот рецептик, как она делала. Ну, можно сказать, вместе делали. Я там что-то, может, ей как-то заочно помогала. Я уж не помню или что-то резала. Ну, в общем, с дайконом салатик был. Морковью. В общем, сейчас говорю. Кладете сюда рук. Вот так. 10 секунд это, наверное, больше слиться. по крайней мере, эта штука действительно измельчает орехи. Вот моя маленькая насадка у нее уже у миксера советского Мария. Оказывается, я думала, это какой-то там западный бренд был. У Марии так же, как вот это тоже русское производство. 91-го года оба. У нее уже сменные ножики там дополнительные были, еще дедушка их менял. И, в общем, они как бы мягкие какие-то продукты, ягоды измельчают, да, вот те же, там, не знаю, даже те же бананы. Яблоки надо помелочи резать, чтобы они их измельчили. А вот орехи, оно не справляется с орехами. Я попыталась кофемолки, но это не то, но как бы мягкое становится такое, не сказать, конечно, что водянистое, но кофемолка мне и хорошо. Овсяная хлопья помелочи, соответственно, зерна кофе и сахар на пудру. Но не что-то иное. В отзывах на озоне, я тут в камере не появляюсь головой, да, рука, вот рука, это я действительно. В отзыве на озоне в одном избу написано, даже с фотками девушка делала куриное пюре, ну, куриное не пюре делают из мяса, что там, куриный фарш из грудки в 250 грамм, вот таким же путем. в общем, она там за 10 секунд как-то очень быстро сделала. Я не понимаю, что тут меньше 10 секунд у меня получается, но как-то мне может секундомер на телефоне включить, чтобы посмотреть, как оно за 10 секунд, сколько оно за 10 секунд сделает. вот довольно-таки себе крошка. Так что, если у вас есть сомнения покупать для себе измельчитель Ирит, вы начитались кучей негативных отзывов, что все ругают эту фирму, то не сомневайтесь, если следовать инструкции по применению, не перегружать вот эту штуковинку, то ничего там не сгорит, ничего не сломается, и все прослужит вам верой и правдой. Я, наверное, этот ролик замонтирую первым, хотя у меня там, ну, можно же скопировать эту заставку, которая идет с веселенькой мелодией, а не с лесом смерти. У меня там две эти заставки имени меня на Малавин. Наверное, поставлю ее, этот ролик, первым на монтаж. и даже фотошоп и прочие основные прибуды буду уже как бы в другой момент ставить, потому что опен офис мне там еще надо ставить на фотошопе шрифты. Хорошо, что я в свое время мне товарищ помогал по тайпу четвертой главы Тарт в первом томе последний. Надо было шрифты какие-то определенные скинуть, чтобы он поставил себе их. Хорошо, что я тут сделала папку со шрифтами определенными. У меня как бы есть шрифты совсем, но вот и часть у них именно на эту мангу идущая. Их еще ставить надо. Их как бы минутное дело, но там все равно морока какая-то. Кстати, Лелька узнает свое полотенце, я его вполне себе юзаю. Ну и что еще? Наверное, да, я хотела показать сверху, да, это немножко так вот на в орешках попачкалось. где-то очень мелко, где-то так вот себе крупненько, но потом я фасоли по рецепту складываю отдельно миксером, насадкой блендера или блендером погружным уделать, и потом уже это соединить, все равно это соединять уже буду, соответственно, не в этой мисочке, а в своей чаже для миксера, и вот именно эти кусочки, я думаю, мой блендерный насадок, мой миксер с ними справится уже. Всем спасибо за просмотр и всем хорошего, наверное, чего-нибудь, чтобы коты не терялись, чтобы люди злые не пугали никого, даже не думаю, что там как бы человек настолько злой, просто чтобы не было никаких странных ситуаций, чтобы не было потеряшек или потеряшки находились, ну и чтобы ваша техника служила вам верой и правдой, чтобы вы использовали ее по инструкции, с инструкцией по применению, и чтобы вы ждали именно то, на что способна техника, а не что-то от нее большего, допустим, он не умеет летать, я это знаю, я не жду от него, что он будет уметь летать. Всем пока!